Будет у нас возможность вас уйти на площадке? Думаю, да. Погнали! Да, так бывает. Конечно, мы с вами привыкли к финалам чемпионата России, в котором участвуют динамовские команды Казани и Москвы. Но в этом году, впервые за 17 лет, двум отечественным грандам предстоит разыграть лишь бронзовые медали Суперлиги. 3 мая в Казани стартует серия за третье место между Динамо Акбарс и Динамо Москва. Для меня это вообще будет впервые, там, играть даже за третье место с Динамо. Хоть в финал, хоть не в финал, для меня это впервые будет. И для меня все равно это интересно. Конечно, для Динамо это немножко грустно. Думаю, все равно, и будет безумно интересный финал. И за третье место игры будут тоже принципиальные, потому что закончить сезон нужно на позитивной ноте, и одному Динамо, и второму. Поэтому, я думаю, будет все непредсказуемо, и, надеюсь, зрелищно, и эмоционально. Планы наши изменились, потому что хотели играть немножко в другой стадии, в другом формате, я не знаю, как сказать. Но, естественно, поражение в полуфинале – это очень плохо для нас. Это, в принципе, как и для Казани тоже. Все, мы прекрасно все понимаем. К сожалению, у нас утешительный финал. Уважаемые болельщики, в такие непростые моменты ваша поддержка особенно нужна команде. Поэтому девушки будут очень рады видеть вас в центре волейбола. В полуфинале команда Решата Гелезудинова проиграла оба матча команде своего учителя – «Уралочки» Николая Васильевича Карполь. И если в первой казанской игре на площадке была упорная борьба, которая завершилась победой гостей 1-3, то вот в Нижнем Тагиле казанская команда провела один из самых неудачных матчей сезона – 0-3. И впереди лишь борьба за бронзу. Не знаю. Такое странное состояние. Мне все равно кажется, и Москва приедет с таким же… Ну, все равно… Ну, мне так кажется. То есть это я не знаю точно. Мне кажется, они тоже не ожидали такого результата от себя. Поэтому, я думаю, будет непросто. В этом формате тоже игры с двух сторон. Осадок, конечно, остался, но вроде бы готовимся. Все хорошо. Ну, они как-то более собраннее играли, чем мы. Еще то, что фабрис немного выпало у нас. Поэтому, я думаю, это тоже, как сказать, проблема для нас. Домашняя игра больше состоит из наших ошибок, где-то невнимательности, когда не дожали первую партию, которая сыграла тоже очень важную роль в настрое «Уралочки». А когда приехали в Тагил, не получалось ничего ни у кого. То есть «Уралочка» была на диком подъеме. И там больше уже, наверное, вопрос к нам, почему мы вообще не навязали борьбы. То есть неважно, с каким настроем выходили они при домашних трибунах, но наша ответственность все равно велика. На подготовку к серии с москвичками, которая, напомним, продлится до трех побед, у нашей команды была неделя. Причем ее было важно потратить не только на физическое восстановление, но и на эмоциональное. Хорошо готовимся к команде, разбираем. Знаем их сильно и знаем слабые стороны. То есть главное тоже все исполнить, показать свою хорошую игру. Потому что важно, нужно. И тоже все равно будет очень много зависеть от нашего исполнения, установки от начала и до конца. Да, конечно, разбирали. Пор делается. Мы играем 6 на 6, смотрим вариации атак их, блокирование. Конечно, подачу нужно нам усилить. Подачу подаем. Что касается москвичек, то команда Константина Ушакова оказала более ожесточенное сопротивление калининградскому «Локомотиву». Но сдержать Ирину Воронкову не вышло. Капитан «Локомотива» набрала 37 и 24 очка, соответственно, забивая при этом ключевые мячи. 3-2 в Москве и 3-1 в Калининграде. И также для «Белоголубых» лишь борьба за бронзовые медали. Давайте я не буду углубляться в какие-то там ошибки. И «Локомотив» оказался сильнее. Я не хочу сейчас это обсуждать и что-то выносить. Результат той пары также зависел от них самих, как наши игры с «Уралочкой». И думаю, именно поэтому так получилось. Состав «Москвичек» по праву является одним из сильнейших в России. Наталья Гончарова в диагонали, классные центры Енина и Фетисова. В доигровке Элицы Васильевой помогают Кроткова, Симоненко и Пипунырова. А пасовать могут Романова, Ануфриенко и, конечно же, экс-капитан казанской команды Евгения Старцева. У них, во-первых, очень прибавился блок. Так, кого выделить? Ну, Наталья Гончарова, наверное. Я не знаю. Нет, ну, конечно, блокирующий у них очень сильный. Диагональ сильная. Как бы Либера тоже сильная. Я играла с Машей Либиной. Ну, приличный состав. Я думаю, что сейчас большую нагрузку несет и, в принципе, достаточно уже долгий период кадыч Танька. Поэтому она очень много атакует, очень хорошо проводит сезон. Поэтому я думаю, что она сейчас лидер команды. Серия за бронзовые медали женской суперлиги. Первые матчи между Динамо Акбарс и Динамо Москва состоятся в Казани 3 мая в 17 часов, а 4 числа в 19 часов. После чего команды сыграют в Москве 8 мая и, если понадобится, 9 числа. В случае необходимости решающий пятый матч пройдет в Казани 12 мая. Наши дорогие болельщики, приходите поддержать девушек в Центр Волейбола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова